Город, стоящий на берегах мелководной реки, за 4 года и 8 месяцев стал портом пяти морей. Кадры хроники 40-летней давности. В Москве караван судов, проделавших 128-километровый путь по реке, пробитый человеком. С символом, эмблемой канала люди выбрали каравеллу первооткрывателя Колумба. Люди, которые не открывали новые материки, моря, реки, но меняли географию Земли. Дорога, созданная ими, открыла путь в Балтийское, Каспийское, Белое, Азовское, Черное моря и породила искусственные. Впервые в нашей стране такое крупное гидротехническое сооружение строилось и строилось в небывало короткие сроки. Москве нужна была вода. Сравните, 40 лет назад на каждого жителя города приходилось всего 50 литров воды в сутки. Сейчас 600. За эти годы по каналу перевезено 17 миллионов тонн грузов и 160 миллионов пассажиров. 40 лет срок относительно небольшой. Но если учесть, что наш канал, машинный канал, оборудован сложнейшими механизмами, средствами автоматики и телемеханики, и то, что он работает и днем, и ночью, и летом, и зимой, то срок уже порядочный. Жизнь канала связана непосредственно с жизнью города. Представьте себе, что на сутки будет остановлена железная дорога или автострада. Сразу эту остановку почувствуют жители города. То же самое можно сказать и о канале. Если говорить о будущем канала, то необходимо сказать, что его будущее опять-таки связано с увеличением подачи воды в город Москву и столичную область. Для этой цели будет построен ряд гидроузлов. При этом не исключено, что рядом с судоходной трассой канала на отдельных участках будут построены обводительные участки, обводные участки канала, которые будут служить только для целей пропуска дополнительных расходов воды.